70 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города Чебоксары. Об этом на еженедельном совещании у Михаила Игнатьева сообщил глава города Леонид Черкесов. Руководитель МВД по Чувашии Сергей Семенов доложил, что в местах массового скопления людей не зарегистрировано ни одного преступления. Кроме итогов прошедшего праздника, правительство Чувашии обсудило и другие вопросы. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Валентина Андреева рассказала о работе органов исполнительной власти и местного самоуправления в системе электронной формы оказания государственных и муниципальных услуг. С 1 июня 2012 года было направлено почти 28 тысяч запросов. В госслужбу заимствия населения Чувашии в июле месяце в службу обратилось 252 гражданина. И по всем 252 обращениях запросы направлены именно по СМО. У них взаимодействие с пенсионным фондом. С запросов только с начала текущего года в данных межведомственных поступило почти 385 тысяч. Из них в электронной форме 99,6, что значительно облегчает труд наших специалистов электронные запросы. Также хорошая статистика у Минобразования, Росреестры, МЧС, Налоговые и других ведомств. За месяц количество обращений увеличилось в полтора с лишним раза. Среди муниципалитетов чаще всего электронные запросы направляют Аллатрский, Козловский и Порецкий районы и город Новочебоксарск. Но, по словам министра, проблема еще есть. Основной проблемой неиспользования смартфонной мере при направлении запросов является так называемый человеческий фактор, нежелание работать по нормам. Сотрудникам привыкли направлять запросы на бумажных носителях, либо в электронной почте традиционной. Тем самым тратить дополнительное время, в том числе на подписывание запросов у руководства. И, что немаловажно, бюджетные средства на бумагу, канцтовары и почтовые расходы. В мае Чувашия занимала 74 место среди субъектов России по обращению к системе межведомственного электронного взаимодействия. В июле республика поднялась на 49 место. Если на уровне сельского поселения, во-первых, нет специалистов, во-вторых, связь плохо или плохая нам вообще, значит, сбои дает, то надо по этой территории мы отдельно точечно адресно отрабатывать. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов рассказал, что в Чувашии сократилось количество вузов с 24 до 19. В основном закрылись филиалы. В традиционных вузах Чувашии количество бесплатных мест даже увеличилось. На сегодня в республиканских вузах заняты все бюджетные места. За исключением Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, где осталось вакантным 61 место. Для республики важные места в бюджетной агрономии 5 бюджетных мест свободно, а в инженерии 6 бюджетных мест, землеустройство «Катастроф» 7 мест и технология транспорта 13 бюджетных мест. И поэтому здесь надо нам поработать, чтобы эти места были заполнены, прежде всего, качественно подготовленными аритурентами и чтобы наша республика получила квалифицированных специалистов. В нынешнем учебном году стипендию за особые успехи в изучении физики и математики будут получать 80 студентов-первокурсников, набравших 70 и более баллов по результатам ЕГЭ по этим предметам. Все они поступили в вузы на территории республики. Всего же по результатам ЕГЭ нынешним летом более 70 баллов по физике и математике набрали 408 выпускников школ. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика.